Слава Украине, героям слава, привет всем от Полонского. Новости из Крыма. Значит там ФСБ запретило опубликовать какие-либо детали по поводу Бавовны в Крыму. То есть все, теперь они делают такую, знаете, информационную блокаду всего, что происходит в плане освобождения Крыма от российско-фашистской нечисти. Запрещены любые фотографии, видео и так далее, и так далее. То есть все, что демонстрирует Бавовну в Крыму, теперь под запретом. О чем это говорит? Что ФСБ и вообще так называемая Россия готовятся к тому, что в Крыму по полной программе начнется операция по деоккупации этого украинского полуострова. И соответственно они пытаются каким-то образом минимизировать панику среди понаехавшего вот этого незаконного мигрантского населения, которое уже дернуло туда в Краснодарский край по ходу дела. Ну а мы со своей стороны обещаем этому понаехавшему населению, которое понаехало через закрытый украинский переход в Керчи, пограничный переход, мы им обещаем немедленную депортацию сразу после освобождения Крыма от российско-фашистской нечисти. Вот собственно говоря все, что мы можем сказать. Еще интересный момент, что из-за боязни ракетных атак со стороны Украины и прочих атак фашисты перенесли, перетянули свои истребители, свою авиацию в Краснодарский край. Забрали ее из Крыма, как минимум 10 истребителей было переведено, они теперь боятся их размещать на аэродромах в Крыму и теперь они у них базируются в Краснодарском крае, где как считают фашисты более спокойно. Ну относительно пока что, спокойно ударение на слово пока что, пока мы заняты Крымом, а потом посмотрим, потом посмотрим, а потом как пойдет, не знаю как оно будет, но как-то же пойдет. Так что пока что, фашисты убирают свою авиацию из Крыма и запрещают какую-либо публикацию в соцсетях результатов работы украинского ГУР. Ну, тщетные попытки. Крым это Украина и скоро все об этом узнают и увидят. Слава Украине!